Девушки отдыхают 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 Драматург и режиссер Клим И ведущая Анастасия Тульчинская В программе «Театральный разъезд» Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День добрый, вернее, вечер добрый. Как вам спал вы? Сон ваш сегодня вас не опечалит? Мы рады видеть вас сегодня в полном здравии ума. Вы словно солнце ясное, явили нам сегодня радость дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не помню. Когда-то я знавал поразительных людей. У многих моих друзей были усы. У меня тоже были усы. Где-то затерялся ход от льду. Я найду. Найду его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам ничего не показалось? У вас сегодня такой день. Вы спросите, какой? Вы спросите, какой? А я отвечу, он такой. Сегодня мы не разбудили короля. Итак, сегодня мы подумали, зачем его лично будить, зачем будить, решили мы, и сами мы, и сами мы решили мы. Я надеюсь, вы понимаете, что это частный разговор. Да, частный. Надеюсь. Вы понимаете, что всякое искусство, блажь, которую себе позволить может только тот, кого насущный хлеб. То есть король и церковь. Те и те, над кем толпа не власт. Искусство нужно человеку. Одному. Отдельному. Отдельному от всех. Минуты одиночества и размышления над сутью бытия, а не толпе. Искусство и толпа. Как говорил один поэт по имени Альцес, нет больше зрелища, чем разрушение. Толпа желает зрелища, а значит разрушение ей не до искусства. Так что, как говорил король, бояться Бога, не служить толпе, а верой и правды к королю. Вы скажете, что вы наивно полагали. Вы полагали правильно. Бог, вера, власть, король, народ. Все это вместе государство, которому мы призваны служить. Без первых двух народ, толпа. А что касается искусства. Искусство и толпа. Искусство и толпа. Искусство и толпа. Культура. Рыжи. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лица на снимках вас поразят, очень красивые лица, сидят на крови, бегник, что это было, бегоня по приставкам. Юные парочки, девушки, юные волосы, темные, у меня только рыжие, белые колы, белые колы под платьем, сияло солнце. Солнце? 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 Когда солнце зайдет, моя рука встретится с холодом зеркала, и я ставлю на нем следов. Однажды, однажды так случится, если уже не случилось, и я умерла. Смерть. Заглянула мне в глаза, она солнце слепила. Мне показалось, что эта тень от одинокой вечерней птицы упала. Понимаешь, упала мне на глаза. Все уже случилось. Я стала на мгновение красивей и моложе. Языки пламени яхватят эту застывшую на миг первозданность красоты. Такое меня и запомнят. Я стану красивей и моложе. Но это уже буду не я, не я. Кто-то вспомнит меня, молодой и красивой. Но это его воспоминания уже не я, не я. Это только чье-то воспоминание. И не надо делать вид. Не надо. Не надо делать вид. Что? Ничего не случилось? Потому что все, все, уже. Случилось. У меня были усы. Помнишь? Ты помнишь моего усы? У меня были усы. Пойдем? Ничего не помню. Почти, проходи. Хорошо. У меня были усы. У меня была усы. Продолжение следует... 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 чтобы сообщить ему эту новость, его родители не умрут. Ну что, вы, наверное, думаете, что то, что происходило с моим знакомым, это какой-нибудь его детский страх, да? Ведь когда нам снится что-то страшное, все ведь наоборот. Только это правда. Его родители умерли, стоило ему нарушить это правило. У меня были усы. Ты понимаешь, Веня? У меня были усы, ты помнишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однажды в детстве было лето, он проснулся от того, что фары били в окно, и должен был приехать отец. Он решил строить дом и купил часть какого-то невероятного дуба. Когда пятилетний ребенок вышел, он увидел обрубок этого дуба великана, лежащего под фиолетово-красным небом, в котором висели огненные столбы. Мальчик спросил, что это. Отец сказал, что это северное сияние. Отец больше никогда не вспоминал об этом и на вопросы всегда отвечал, что он не помнит. Кстати, жизнь в доме, построенном из этого дуба великана, не удалась. Мальчик не любил этот дом. Мальчику казалось, что дом проклят. Во всем он видел обрубок этого могучего дерева, лежащего, умирающего под фиолетово-красным небом, с огненными столбами. Это было его видение. Все остальные не видели или по каким-то причинам попытались забыть. Может, отец просто пытался помочь мальчику забыть. Может, отцу было больно, невыносимо больно. Может, отец тому и купил обрубок этого могучего дерева, что оно напоминало ему его жизнь, его отрезанную в полевом госпитале ногу. Однажды мальчик сказал, «Отцу, ты меня обманываешь, ты все помнишь. Ты только говоришь, что не помнишь, ты рассказываешь только истории из книжек. Отец, отвернувшись, сказал, «Я не герой интересной истории о победителях, рассказы о жертвах неинтересны. Победившему дам сесть со мною на престоле моем», – сказал отец. Мальчик подумал, что он обидел отца, но в тот момент мальчик понял, что его отец не победил и не сел. И мальчик обиделся на отца. Спустя много лет, когда мальчик, уже не мальчик, лечил попросить прощения у отца. Отец опередил его, он сказал, «Все истории не наши». И видел Бога, спросил уже не мальчик, «Раз живу, значит, видел». Ответил отец. У отца была кличка Гефест. Больше всего на свете он любил путешествовать и рассказывать детям на своих уроках смешные истории о древнегреческих героях. Это была душа Отисея, вселившаяся в тело Гефеста. Верил ли он в Бога? «Раз жил, значит, верил». Девушки, наверное, сидят и думают, интересно, что он расскажет о своей матери. Прежде всего, я рассказываю чужие истории. Да. Да, я здесь был прав, говорят, что из генеральских дочерей вырастают некие листки. Я вышла замуж за идиота. Нет, нет, без того, о котором я здесь так много говорила. Этот был граф. Смешно. Смешно. Он поливил меня необычайным благородством своей стерзавшей состраданием по чистой души. Можно? Я расскажу вам еще одну историю. Нет, да. Я понимаю подвыпившую женщину, если она не тянет вас в кровать. Ужасно. Да. Но. Знаете, ведь в отчаянии необходимо дойти до дно. До конца во всех смыслах этого слова. Как говорил один мой знакомый по кличке Верховенский, когда вы опуститесь на самое дно, Снизу кто-то постучит, это буду я так вот. Если вы дойдете до самого дна и решите, что это уже дно. Снизу кто-то постучит, это буду я только. Дойдя до самого так сказать только тогда, если у вас хватит сил, неведомая сила сделает свое последнее. Усилие, и вы начнете всплывать. Только если у вас хватит сил, Снова сил, на все нужны силы. Чтобы опуститься, нужны силы. Чтобы всплыть, нужны силы. Чтобы потом снова жить, тоже нужны силы. На все нужны силы. Силы у вас должны быть силы-силы, Ибо предсказуемость – это одна из сторон света. Вправо-влево, назад-вперед, вверх-вниз, а Непредсказуемость – это бесконечно вверх или бесконечно вниз. Где-то в точке смерти они встречаются. Пропорождение За Farrakhan Ты бессмертна, а потом раз и жизнь прошла. И что? Что от тебя осталось? Актриса театра не своего имени. Что сыграла, не давали ролей. Что сыграло, было такое время. Время всегда одно и то же. Оно не меняется. Меняемся мы и стареем. Что сыграла и как. Аня почему не сыграла? Никому не интересно. Она пыталась играть на сцене. А лучшая ее роль, роль неудавшейся актрисы в спектакле под названием «Жизнь». Слушай, Марат, мы никогда не поймем друг друга, понимаешь? Понимаешь, что между нами стена? Потому что мне только и осталось, что играть постаревшую Медею, за которую никогда не доигрывают. Нет, нет, нет. Никто в этом не виноват. Просто в очередной раз в Медею играли. Вот и все. Так просто. Ты молода, красивая, поклонники. Я хотела, я мечтала. А потом, потом. Нет, потом. 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 Потом только череда оправданий. Плохой театр, но зато в центре. Плохие режиссеры, но они же хорошие люди. Коллеги. А я сильна. Меня всегда не коснется. Я сильная, талантливая. А режиссеры, актеры, ну не дал им бог таланта. Но не выгонять же этих. Я же талантлива. Я все смогу. А они говорят, что артист должен быть глуп, необразован, а я талантлива. Меня все это не коснется. Они же, да они плюют. Они плюют. Да они плюют прямо на сцену. Там всюду бутылки, понимаешь? Они только о том, чтоб потрахаться и выпить, и говорят. Только это и делают. А я талантлива. Я все смогу. Хорошо, хорошо. В чем? В чем же мой талант? В чем? Ну? В вечном страхе. В желании угодить. А может быть в том, что я не плюнула в рожу тому, кто плюнул на сцену? А может быть? А может быть бы не было в виду то, чтобы молодые актеры, приходящие в театр, были хуже меня. И они становились все хуже и хуже. А я бездарнее и бездарнее, старее и старее. Потому что нельзя быть талантливым среди бездарей. А когда? А когда ты теряешь надежду? Когда уже поднимают рам, чтобы отправиться в последнее путешествие, из которого не возвращаться? Ты вдруг видишь, ты видишь с тобой единственное, которого ты любила всю жизнь. Пришел, он пришел меня провожать. Не никогда, а когда ты видишь уже бездыханная тема, а вспомнить ничего хорошего не может. Ребята, актер. Актер – это душа, которая, которая хочет найти свое место на этой земле. Ее отправили на землю, а она заблудилась. Вот она и пытается найти свое место, только закон. Леша, закон, он тот же. Сыграл, Леша, поднимайся. Не сыграл, Леша, опускайся. Все как в жизни. И это моя единственная жизнь, моя. А на другую, другой нет. Не надеется Бог. Я все сказала. Актер – это душа, которая перерождается. Клим перерождается. Она перерождается на наших, наших потерявших, потерявших надежду глазами. Я все сказала. Бывают ведь авторы, которым нечего сказать. Кроме необъяснимой, всепоглощающей страсти к чужому гению. А вот я. Из таких. Скажу вам по секрету, так надоели бюрократы. Берешь его на службу. Образован, умен, талантливый. При мнении своем. А утром просыпаешься. От остальных не отличить. И думаешь, зачем. И те были не так уж плохо. Отдаешься что-то менять. Отдаешь приказ на сокращение. И что ты думаешь? Те, с кем... Те, что должны были. С кем связывал надежды. Тех умудрились сократить. Тех умудрились. Я раньше думал, дело в стариках. А не эту заразу. Но нет. Что-то случается с людьми. Однажды. А с годами понимаешь. Да. Я... Начну. С фрагмента седьмой главы. Извините за навязчивость. Я начну. С фрагмента седьмой главы. Которая в далеком детстве поразила мое воображение. Дрожащий голос Бабы Марты. Керосиновая лампа. Как мне казалось, от слов то вспыхивавшая, то затухавшая. И особенно ярко горевшая лампада пред печальным ликом Богоматери. И мальчик на ее руках, смотревший на меня. А дальше видения детские. Видения, сделавшие меня тем, кто я есть. Дальше не буду. Однажды я увидела, как одна богомольная старушка в черном помчала юную печальную прихожану. Верь. Верь, твердила она, словно это. Верь была не словом, а кнутом, которого в ненависти своей она бичевала весь мир. Ведь существует множество слов. Да. Нет. Не знаю. И. А. Может быть. Не может быть. Возможно. О. И. Только два из них не принадлежат нам до конца. Ожог. И шпук. Ой. Если же боль нестерпимо, сильнее нас. Тогда. Вы правы. Всегда существует время отведенного нам страдания, которое чужим страданием измерить невозможно. И мы измеряем его общепринятными представлениями о нем. У кого-то кто-то умер, у кого-то кто-то болен, кого-то бросили муж, жена, любовник. Но существует еще одна боль. Боль. Когда болит то. Болит то, что не случилось. Неосуществленная мечта. Боль. Того, что не случилось. От себя так много ждали. Хотел оправдать чужие надежды. И. Ни своих, ни чужих. И. Давайте. Давайте подумаем о вечере. Я здесь время от времени устраиваю поэтические вечера. Бывает много народу. Допускаются женщины. Некоторые из них. Поэтость. Некоторые нет. Мужчины тоже не все поэты. Но окна в сад распахнуты. Так вот. Я буду рад устроить такой вечер для вас. Вас представит специалист по вашему творчеству. Возможно, я представлю. Личность ваша столь редко несозримая. Строки ваших стихов и так далее. Молодежь. Она просто сбежится слушать вас. И старики, которые потеряли всякую надежду. Они на этот раз оставят семейный круг. И явятся на вечер. Умоляю. Давайте задумаемся над общественным значением данного мероприятия. С прессой хлопот не будет. Через прессу вы обратитесь к широкому читателю. Давайте подумаем. Над вечером, который станет памятем для всех, кто примет в нем участие. 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 Така. разог Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. Спасибо. Я в жизни был один раз на сцене, на этом месте. Это был вечер, посвященный арту. Такому человеку, который сыграл в моей жизни очень много. Гриша Глади читал мне в Харькове. По ночам читал арту, я вообще слушать не хотел. Зачем он мне это читал? Все рассказывал, а я ничего не понимал. Зачем? Я не собирался и вообще. У каждого человека есть место, где он счастлив. Такая тонкая штука, как грань. Вот здесь я не понимаю ничего. И стоит меня вот перейти. И все. Я не знаю, на чему Харькова. Правда не знаю. Я хочу поблагодарить своих учителей. Я был плохим студентом. Вообще не любил театр. Но единственное место, куда меня брали, это почему-то театр. Эта история этого вечера еще имеет одну тонкость. Вязанную с тем, что с Виктором я когда, совершенно случайно, оказался там. Правда, я скажу вам, я зашел в туалет. Это просто лотарь. Но при выходе, когда я выходил из этого, если бы не был билет Петербурга, я понимал, что это не Венеция. Я сказал, я не знаю. К сожалению, наверное, театр это место, куда человек говорит. И как при выходе, я был бородой, очень похожий на Васильево. При выходе, и подъехал я на машине. Подъехала на машине, она вышла. Было темно. У меня там был человек, которого я не знаю, и который в него у меня не опыта. Так что он сказал, как он у меня спорит. Не толкни меня. Эта альтернатива права с вами будет, но он спорит. Он думал, что Васильев. Когда он рассмотрел, он сказал, приходите. А дальше все было очень сложно. В какой-то момент, я понял, что это мои большие люди. Но тут почему-то заговорили о великом матче очень знаменитом, Франции с РД в 82-м году, который мне очень хотелось посмотреть. И тогда брат Витя Андрей и еще один Андрюша. Я не помню фамилию. Они взяли меня с собой. Я перестал жить на вокзале и, в общем, как-то поступил. Это было непросто. Среди моих педагогов был один педагог, с лекцией которых, которые для меня были священными. С лекцией которых я выходил с пятью спектаклями в Гавайях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это было счастье. Это было счастье. Это были лекции, которые никто из нас, ну я не знаю, это было, правда, счастье. Я здесь очень много людей, которым я благодарен. Но вся моя жизнь это люди, которые почему-то протягивают меня руку. Почему, я не знаю. Я не думаю, что я талантливый, я думаю, что человеческий я плохой человек. К сожалению. Но, как бы говорит, гений и злодейство две вещи – муж и жена. Они как-то уживаются. И художник все равно злодей, никуда от этого не денется. Потому что между… как это… Платон мне друг, но истина. А тут у меня был разговор, согласно которому я уже почти схватился, что нужно выбирать друга. Но потом утром встал, доехав до какого-то места, я понял, что нужно все-таки убирать истину. Я хочу низко поклониться всем, всем, кто мне помогает, кто правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А не скрываю, потому что, наверное, я бы и не согласился. Но видя всех вас, я очень счастлив, что было время, как это сказать, великих иллюзий и великих надежд. Иногда нам везет. Мы попадаем случайно не в силу наших великих заслуг и таланта. Мы попадаем в определенное время. А судьба залазит и говорит, в карман и говорит, кто тут самый, кто-то там кричит, я не знаю, его и берут и говорят, ну вот, кричал, пожалуйста. Театр существует из времени, которое мы дышим. Он неповторимый. Вообще театр неповторимый. Вот сегодня один театр, датра другой театр. И если какой-нибудь, я там боюсь смотреть то, что там когда-то мы делали, неважно. Единственные критерии этого заключаются в одном. Вот Игорь Доренко мне сказал, что если ты смотришь что-то, да, со временем, и оно у тебя, оно для тебя нормально, нормально, просто нормально, оно лишено всяких аллюзий, времени, не нужно ничего, значит, что-то, кто-то делает все через тебя. И я очень благодарен, как это сказать, мне очень важно, чтобы мы встретились, потому что, наверное, мы когда-то были счастливы, нам повезло. Понимаете, вот я был счастливым, мне повезло. Счастливым быть нельзя долго. Однажды, вот там, я не знаю, Саше, я не знаю, целому поколению, однажды повезло. Наверное, сейчас должно вести и другим. И это очень важно. Мы уже никогда не сможем, ну, почувствовать, как это сказать, ну, вообще-то я консерватор. Если кто-то говорит, что я когда-то был авангардистом, это неправда. Я просто очень консервативный человек. Возможно, просто консервативный человек. Мне нравятся актеры. Я не понимаю, как это делается. Я одно могу сказать, я не понимаю, как это делается. Единственное, что я люблю, это актеры. Я не понимаю, когда они это делают, я не умею. Я могу рассказывать очень много. Бог его знает что. Все, что я написал, это не пьеса. Пожалуйста, не отнесите. Это... Не серьезно. Да, не серьезно. Это... Как вам сказать? Я пишу для того, чтобы актер, чтобы ему была работа. Я пытаюсь его поставить те обстоятельства, чтобы у него была работа. Чтобы он... Вот я чувствую беду. Говорит Борис. Чувствовал беду. Когда смотрел, нет-нет. Теперь я понимаю, между нами... Это не был спор. Эта пьеса посвящена двум людям, с которыми, собственно, состоит моя жизнь. Так, кстати, случилось. Как там? М... МС... Г? МС... Нет. М... Эс... Э... 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 О том, как иногда везет, но бывает. Главное говорит, как это, не смените раньше времени шапку на шляпу. Можете простудиться. Спасибо вам. Спасибо. Я рад всем господи. Я рад, что это волшебный провод. Всем как-то. Спасибо.